Четвертая глава книги Прока из Гиля «И возьми себе железную доску и поставь ее как бы в железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. Триста девяносто дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок. И сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина день за год. День за год я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и очменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы. И всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которой ты будешь лежать на боку твоем. Триста девяносто дней ты будешь есть их. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом. По двадцати сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерою. По шестой части гина пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь, так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Тогда сказал я, о, Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвичины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне, вот я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой. И сказал мне, сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем.